А мы продолжаем. Читают рэп, поют, танцуют и даже дерутся на сцене драм-театра. Актеры ради нового спектакля освоили современное творчество. Сегодня на сцене состоялась генеральная репетиция комедии «Вверх тормашками». Прощайте-ка, стрелы ложки, утюг пылесос не включать, а мы, как бездомные кошки, по крышам уходим в мяч. Читает рэп 70-летняя актриса впервые. Современное творчество освоила за 10 репетиций. Помогли Александре Андреевне молодые актеры драм-театра. Номер «Крутой бабушки» поставили для спектакля «Вверх тормашками». 10 мая состоится его премьера. Кстати, сама актриса ни рэп, ни вообще современную музыку не любит. Стараюсь мгновенно переключить на другой канал, а тут, когда меня заставили этим заниматься, это было для меня ужасно. Я никак не могла освоить это движение. И, ну, ну, все, так скажем, весь организм к этому противится этому. Пойдем, 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 ну. В детском спектакле «Вверх тормашками» на сцене раскрывается отношение молодого поколения к старшему. В комедии играют шесть актеров молодой труппы театра. Изначально я вообще боялась задеть Александру Андреевну, потому что, ну, это пожилой человек, взрослый, и когда мне уже режиссер говорил «бей», ей не больно. То есть я уже как-то начала, а сейчас уже без проблем. «Вверх тормашками» поставлен по пьесе современного драматурга Ксении Драгунской. Режиссер Анатолий Шпаковский. Профессионал с сорокалетним опытом поставил детский спектакль всего за полтора месяца. Это смешное представление о том, как детские фантазии могут овеществляться, то есть превращаться в действительность. Очень забавные возникают ситуации, много музыки в спектакле, песен. Сейчас актеры готовятся к сдаче спектакля художественному совету театра. Он состоится 8 мая, за два дня до премьеры. «Вверх тормашками» будет идти на сцене до конца закрытия театрального сезона. Евгения Карелина, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска. Как бывают вверх тормашки, как бывают вверх тормашки, допустил в игре промашку, полетит, задрал тормашку.